где бы не были много хороших церквей. Но хорошо, когда человек знает, где его дом. Я всегда помню, как со спадеб возвращались домой, и отец говорил, «Жена, дай, пожалуйста, хлеб сыром с чаем». После всего этого кушания. Потому что домашний хлеб с сыром вкуснее. Более насыщающе. Слава Богу за его дом. И, конечно, всегда говорил, и буду говорить, что самое большое в доме Божьем. Это то, что люди скучают по Богу, по Дому Божьему и по людям Божьим. Амин. Наш Бог прекрасный Бог. Он живой Бог. Поэтому мы живые. Мы нерелигиозные. И нерелигия связывает нас. Он живой Бог. Иисусы. Иисусы Ариуна, и кровь Иисуса связала нас. И сделала одним телом. Кристоси меж. Во Христиан. Харькарссон, Сиелнерез. Слава Богу, возлюбленный. Харькарссон, Амин. Мегит хамар. Слава Богу за каждого из вас. Благословен наш Бог. Если видишь рядом с соседа, поймешь, что Твой Бог могущественный. Ты видишь, что Твой Бог чудесный Бог. Аминь. Харькарссон. Слава Богу. И, конечно, мы сегодня будем говорить и Слово Божьего. И в последнее время обращаю внимание, как много в разных реальностях человек может жить. Есть разные реальности для человека. В разных реальностях человек может жить. И это относится к духовной атмосфере. Потому что в какой реальности человек живет, за этим стоит духовная. Аминь. И, конечно, кайзь ашхары и ираканутина. Например, реальность этого мира. Например, есть человек, который живет реальность этого мира только. Айси, как нью-такан ашхары оминак. То есть материальным миром. И, конечно, для него только этот материальный мир. И за этим материальным миром для него нет ничего. И поэтому он и живет материальными вещами. Есть реальность греха. Например, есть человек, который живет в реальности греха. Например, некоторые пьяницы. Они живут в реальности алкоголя. Некоторые наркоголы. И живут в реальности наркомании. Разные грехи, когда человек живет в грехе. Смотрит, он говорит об этом. Его мысли об этом. Работа зарплатит. И он всецело живет этим. Идет на работу и живет этим. И вся внутренность наполнена этой реальностью. Есть так же бесовская реальность. Это те люди, которые живут в колдовстве. Или в неправильных религиях. И они в этом живут. И в чем они живут, то и воздействует на жизнь. И есть люди, которые живут в разных виновных желаниях. Греховных желаниях. И это руководит ими. И так же есть обстоятельства человеческой жизни. Например, какой-то человек потерял жизнь другого человека и живет скорбе. И живет в этом. Или имел трудность и живет в этом. Мы сегодня должны задать себе вопрос. Какой реальность сия живу? Потому что то, что произошло в моей жизни, это не означает, что я должен жить в этом. Например, видела человек, у которого есть вопрос, и у него все мысли только об этом. И он живет в 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 этом. А чем бы ты с ним не разговаривал, он думает о своих проблемах. Но я хочу сказать, что... И он живет в том, чтобы мы живем в его реальность. Что бы не происходим в этом мире. Что бы не происходило в нашей жизни. И он живет в том, чтобы... И сегодня я хочу показать, в Божьем слове, что Божья цель всегда была только одна, чтобы человек жил его реальность. Потому что Божья всегда хотела свою реальность показать. Божья, что Божья вновь хотела привести его. Божья, что Божья всегда был реальность. Но Божья всегда хотел прийти к человеку. Наш Божья, он первый делает шаг к нам. И когда мы удаляемся, он... Наши, что Божья, он не хочет приближить нас. Наши, что Божья, он не хочет приближить нас. Божья, он создал небеса землю. И создал человеку. И создал человеку. И, что Божья, что Божья, он не делал, в всей земле. Он приходил, обитал в Эдемском саду. Божья, что Божья, он не хочет, чтобы мы всегда были в Эдемском саду. Потому что мы в этом мире. Но Бог хочет, чтобы место обитания нашего было в нем. И это прообраз для нас. И после Сотворения, он ставит человека в Эдемском саду. И каждый вечер. Ховин, галиса зов, ховин, прахлади дня, галиса мартумот. Прахлади дня приходит к человеку. И знаете, что взял Сотана? Я тебе расскажу сегодня всю Библию. Сотана пришел к человеку. И сказал, послушайте, вы можете быть отдельно. Астывацы. Погами. Астывацы, это царь, который сказал, что не ешь. И сказал, чтобы вы не были отдельно. И знаете, какова цель Сотаны? Чтобы удалить человека из Божьей реальности. Чтобы человек сам решал, доброй или зло. Кто читал Библию, меня хорошо понимает. И у него это получилось. И это стал вопросом человечества. Что если человек не живет в божественной реальности. Он живет в других реальности. Например, сейчас очень распространено виртуальная реальность. Особенно молодежь может войти в виртуальной игры. И у него есть ситуация, когда они выходят из этой виртуальной игры и идут и кидаются под машину. Потому что выходят из этой игры и входят в реальность. Найкс, рейнер, сатанай, ненпатакт, на, что март, сухал, ираканутия на меже. Посмотрите, цель Дьявола, это чтобы человек был неправильный реальность. Но чтобы не было в моей жизни, мы должны жить в божественной реальности. В атмосфере Божьей. Потому что Бог так создал человеку. И посмотрите, Дьявола удалось это, он обманул человеку. И человек отделился от Бога. Люди вышли из Божьей реальности и стали заниматься мерзостьюми. Настолько мерзостью сделали. Что Бог. Был вынужден уничтожить всю человечество, кроме Ной и его семьи. Говорят, почему Господь уничтожил. Если бы Бог не уничтожил. Азтвашь, чьи речи, божьей март. Бог не сохранил бы человечество. Говорят, почему Господь уничтожил. Человек так удалил Бога из своей реальности. Что Бог был вынужден уничтожить. И Бог вынужден был сажал, о том, что создал человеку. Что ты не знаешь, что Бог сажал, о том, что создал человеку. Наш Бог не такой, который сажал. Просто человек вынудил его. Может быть, грубо звучит, что человек вынудил. Человек только единственный, кто может вынудить Бога поменять свое решение. Представьте, насколько мы важны. Потому что Бог единственный, кто создал, по образу и подобию своему, это мы, люди. Никакие ангелы и силы не могут противостоять. Но человек может противостоять перед Богом, что решает идти в ад. Потому что Бог единственный, против чего он не может противостоять, это воля человеческая, которую он дал. И посмотрите, возлюбленные, Бог уничтожил мир. Сохранил ной его семью. И тех животных, которые вошли в ковчег. И Бог таким образом сохранил мир. И Бог искал человека, благодаря которому он сохранит человечество. И это был ной. Бог всегда ищет человеку, благодаря которому он может привнести свою реальность. Божественная реальность приходит благодаря человеку. Возлюбленные, через меняет тебя. Бог ищет меняет тебя. Чтобы принести в этот мир его реальность. Бог ищет человека, который допустит, чтобы человек привнес его реальность в мир. Я это допускаю быть Божественной реальностью в нас или нет. И я это не допускаю. И в своих стихах, и после этого. Человек решает создать Вавилонскую башню. И когда создавали Вавилонскую башню, Бог не нашел человека, с кем поговорить. И знаете, что написано в «Бытие 11 глава»? Давайте откроем. В четвертом стихе написано. И сказали они, построим себе город и башню, высотой до небеса, и сделаем себе имя прежде, нежели Россиямся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строились сыны человеческие. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Бог не нашел человека, поэтому сам спустился. Он хочет, чтобы его реальность была везде, на этой земле. И во время Вавилонской башни он не нашел человека. И он спустился. И он смешал язык. И смешал язык. Потому что человек решил противостоять ему. Потому что он сказал, что он должен быть встать ему. Потому что Бог сказал, что вы должны распространиться по всей земле. И они сказали, что нет, будем жить на этой территории. Но перед планом Божьим никто не может противостоять. Человек сам может решить. Но план Божий всегда осуществится. Что бы не хотел делать Сатана или этот мир? Иисус придет все равно. Что бы не происходило в этом мире? Иисус, если бы не было с Иисусом. И если бы не было с Иисусом. И Бог сказал, что не будет так. Иисус, если бы не было с Иисусом. Позлюбленные, помните, что когда мы чем-то решаем противостоять Богу, Бог не допускает этого. Потом Бог находил Авраама. Да, иисус, что бы не было с Иисусом. Бог всегда ищет человеку, с кем поговорить. Иисус, что бы не было с Иисусом. Бог всегда ищет человеку, в чужой жизни прийти реально. И я, это блаженна, есть и такие люди. Что не только допускаем Богу прийти, а еще и жаждаем по Божьему, да исти. Иисус в 19-е, 11-е, и. Иисус, что иисус. Иисус, что иисус. Иисус, что иисус. И сказал Господь Авраама. Божественная реальность решила пребывать в одном народе. Не разочаровывайся, что это не армяне. Не разочаровывайся, что это не русские. Не разочаровывайся, что это не твоя нация. Радуйся, что Бог избрал нацию, в которую принесет свою божественную реальность. Говорят, почему Бог Израиля? Почему Бог евреев? Они такие плохие. Все нации плохие без Иисуса. Люди и нации хорошие с Иисусом. Хочешь, скажу тебе, когда мы говорим, Бог Израиля? Я слышал, есть люди, которые говорят, какой это Бог, почитают Бога Израиля? И, когда мы говорим, Бог Израиля? Мы имеем в виду реальный Бог, живой Бог. Потому что Бог Израиля реальный Бог. Он через Абрама выбрал народ, где будет его реальность. Когда мы призываем Господа Израиля, мы призываем Божественную реальность. И мы говорим, Господь Бог, пусть твоя реальность будет наша жизнь. Аминь. Слава Господу. Божественную реальность. Бог Израиля наш Бог. Потому что он реальный Бог. В чем реальность я этой должен жить. Многие говорят, я верю в Бога. Но блажен, когда человек верит в Бога Израиля. Он этим говорит, что я верю в Божественную реальность. Одно дело, когда веришь, что есть Бог. А другой это, когда живешь в Божественной реальность. Боже Цель, не то, чтобы мы знали, что есть Бог. Боже Цель, чтобы мы жили в Божественной реальности. И этот народ, в которой жил Бог. Да, обитал Бог. И его реальность в них. Это открывается в рабстве. И этот мир сделает все, чтобы ты пребывал в рабстве. Ты, будучи Божьим народом. Выйти из Божьей реальности и быть в Египте. В этом мире. Вызревле, пусть атмосфера этого мира не тянет тебя. Ты должен пребывать в Божественной реальность. Что делает Бог? Вновь пробует привнести свою реальность. Вызревле, что в Божественной реальность в Божественной реальность в Божественной реальность. Но потом поменялся фарау. Может быть, ты не виновен, что этот мир притянул тебя. Просто не заметил, что этот мир притянул. Или знает, что этот мир противостоит тебя. Иисус сказал, что я и ты не из этого мира. И этот мир будет противостоять тебе. Но я хочу тебе сказать, что это, чтобы ты был в Божественной реальность в Божественной реальность. И Бог вытаскивает тебя из тех трудностей, которые приносит этот мир. И Бог находит Моисеев. И приходит к Моисееву как реальный Бог. И исход третья глава. И Бог говорит Моисееву. Третья глава, четвертый стих. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. Десятый стих. Итак, пойдите, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ, мой сынов Израилевых. И Бог выводит свой народ. Арачи, он приходит в Моисееву. И в первую очередь приходит к Моисееву. Он ищет человека, к кому прийти. И он говорит, что я, что я. Вы знаете, что я хочу сказать Господь. Я, реально Бог. Я, не Бог где-то. Я, не Бог где-то. Одно из его имен, это Егова Шама. Я, реально. И более длиннее, Бог реально там, где ты ешь. И Бог пришел. И сказал, я, кто-то, который есть. Идя и выведи мой народ. И из реальность Египта. И им реальность. И в мою реальность. И Бог, я, не знаю, что он реальный. И Бог, не знаю, что он реальный. И Бог делал свое дело как реальный. И Бог всегда явит свою реальность. И Бог делает свои чудеса в нашей жизни. И без тебя, не надо действовать. И нам нужно принять его как реальный. И продолжать принимать его как реальный. И кау. И дает его реальность. И кау. Бог исцелял от рака, и потом смотришь, кажется, что этого не было. И кажется, что человек никогда вообще не встречался с Богом. Израиль после всего этого вновь оставляет Господа. Начинает почитать идолов. И Бог смотрит с гневом. Каждый раз они удаляются. Есть люди, которые говорят, почему Бог так строго вступает. Это то же самое, если ребенок скажет отцу, почему наказываешь меня. Если уже сделал просту поступок. Но Бог верен своему народу вновь. Астулацк, мовсеси, митчоцов, Асума. Бог через Моисея говорит. Исход 25-8. Асума, ток, амэн, иначе берет. Нютер берет. Говорит, что пусть все принесут. Материалы принесут. И уцьи ортхозка Асума. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Астулацк, мовсеси, митчоцов, Асума. И Бог через Моисея говорит, я хочу обитать в вас. Паткеры ацейк, астулацк, 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 астулацк. И Бог за在их, что хочу жить среди вас. Должны приготовить не место, я приду и буду там. Мы имеем Бог, который не успокаивает, когда видишь, что люди не в его реальности. Сколько человек, кто не понимает по-армянски, рядом с вами? Два человека, да, всего? Сколько? Двое, да? Если можно, пусть между вами сядет Рима, это благословенный человек, она будет переводить вам, чтобы я успел все сказать. Пусть Бог благословит вас. 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 Пусть. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Пусть. 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 Толб Christine-Foxeн. Пусть. Г thermally. Пусть. По теме ж работа. И это не то, что вы думаете, что вы думаете. Амин, амин. Амин, амин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok